Привет, меня зовут Настя, и сегодня я начинаю снимать книжный влог. В предыдущем влоге я читала свой залежавшийся долг Керлока в дороге, и в этом влоге я решила взять тоже свой долг, который уже давно лежит на книжных полках, как Гёте и его Фауст. Это у нас трагедия, и как мы видим, трагедия в стихах, а стихотворную литературу я читаю крайне редко, поэтому боюсь даже приступать к чтению, но надеюсь, всё будет хорошо, всё пойму, и всё мне понравится. Я знаю, что Гёте писал Фауста 60 лет, практически всю свою жизнь начал, когда был молод, а закончил произведение уже в преклонном возрасте, вы представляете себе? Вы представляете себе? Это просто невероятно. И книга вышла уже вообще после его смерти. Гёте был продуктивным и талантливым человечком, потому что он был и поэтом, и романистом, и драматургом, и государственным деятелем, и даже учёным-энциклопедистом, и кем-то там ещё, как говорит Википедия. Короче, очень продуктивный человек и, конечно, гениальный. Я не выбирала, в каком переводе читать, у меня книга была в эксклюзивке, поэтому я читаю в переводе, который здесь, а точнее перевод с немецкого Холодковского, и я знаю, что этот перевод более точный, так как есть ещё известный перевод Пастернака, но Пастернак дал себе очень много свободы в переводе и отсебятины даже некоторой, поэтому не буду вам советовать, какой перевод, просто говорю, в каком читаю я. Завтра мы едем в Павловск, это пригород Санкт-Петербурга, самый мой любимый пригород Санкт-Петербурга, просто даже, можно сказать, моё место силы, и поедем, конечно же, на электричке, почитаю Фауста в электричке, потом будем на природке, почитаю на природке, но грех там не почитать, и, в общем-то, всё. Посмотрите, какой классный чехольчик мне пришёл, прям для меня. Мы сейчас собираемся в Павловск, на улицу жара, дома жара, книжечку беру с собой, почитаю в электричке немножечко, фу, жарко. Пошла собираться. Павловск. Все красное, даже стаканчик красный. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. У меня садится батарейка. Пью кофеечек и ем кексик из самоката, банановый, очень вкусный, советую. Читаю книжечку, которая будет моей, наверное, одной из любимых в этом году. А кофе-то я пью из самоката Колумбия. Я давно не пила кофе из самоката, наверное, уже месяц. Очень соскучилась. И, наконец-то, обожаю. Еще раз скажу кофе из самоката. Лайк. Что ж, я пью второй кофе. И Кирюха сделала такие прекрасные тостики со сливочным сыром и персики в сливочной карамели. Ну, это просто, это что-то нереальное. Читаю книгу. Сейчас нахожусь на 312-й странице. И, наверное, уже остановлюсь, чтобы рассказать, что там, чего там, как мне нравится, не нравится. Ну, вы уже, наверное, поняли, что, конечно же, нравится. Так что, давайте поболтаем. Смотрите, сколько цитаточек я разных отметила, закладочками, потому что уж больно мне нравятся некоторые фразы. И одна меня очень повеселила. Хочу вам зачитать. Как человеку стукнет три десятка, его клади сейчас хоть прямо в гроб. И я, который 30 лет, будет в марте. Естественно, я понимаю, что, когда писался Фауст, совсем другой был уровень жизни. Не то, что сейчас, спасибо, что хоть можно в данный момент пожить подольше. Поэтому меня эта фраза просто повеселила. Контекст мне понятен. Давайте обсудим сюжетик. В начале книги талантливый ученый, которого зовут Фауст, находится просто в дичайшей скуке, тоске, уныне, что даже хочет уйти из жизни. Но не делает этого, и через какое-то время встречает на улице пса. Почему-то зовет его пойти вместе с собой. Но, конечно же, пес оказывается не просто псом, а злым духом, тире дьяволом, тире чертом, бесом. Как вам удобнее? И с этим злым духом Фауст заключает сделку. Он продает дьяволу свою душу взамен на познание всего мира. Злого духа зовут Мефистофель, и Мефистофель должен будет определенный срок служить Фаусту, а в конце этого срока забрать его душу. Вообще хочу рассказать, как я заинтересовалась Фаустом, почему я купила эту книгу. Я читала Булгакова, Мастера Маргариту, конечно же, и там было очень много отсылок к Фаусту. Я заказала эту книгу, и все, я оставила ее лежать на полках. И что сейчас, когда я читаю Фауста, я заметила? Здесь, конечно же, в самом начале встречается нашумевшая известная цитата. Сейчас я вам ее прочитаю, так как точно я ее не могу, короче, красиво я не могу ее сказать. Своими словами это будет тупо. Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Мы эту цитатку, конечно же, видели в Мастере и Маргарите, и она, собственно говоря, из Фауста. Но вроде в Мастере и Маргарите написано, что это из Фауста. Ну да, там точно это написано. Я просто уже не помню, потому что Мастера и Маргариту читала очень давно. И в Фаусте встречается героиня, и как вы думаете, ее зовут? И ее зовут Маргарита. Правда, в этой книге с Маргаритой происходит страшное. Фауст ее соблазняет. Вот когда он уже совершил сделку и когда решил предаться мирским удовольствиям, так сказать, он у нас совращает Маргариту и потом забывает о ней. А она и забеременела, и, короче, натурила там страшных дел впоследствии. В общем, на самом деле Фауст мне нравится куда меньше, чем злой дух Мефистофель. Потому что Мефистофель бывает гораздо нравственнее и человечнее, чем наш главный герой, который хочет познать этот мир. Фауст был в скуке из-за того, что он уже просто все науки познал, все книги прочитал о жизни. Жизни-то он не знает. И вот он захотел познать жизнь. И начал с не очень хороших дел с девушкой, как говорится. А ей 15 лет. Маргарите 15 лет. Погубил девчонку. Погубил. Сама книга состоит из двух частей. И с первой частью у меня вообще не было проблем. Она меня так зацепила, заинтересовала, очень понравилась, и все было супер понятно. А вот со второй частью... Ой, закладка... закладочка упала. Сейчас попробуй найди эту цитатку. А со второй частью у меня возникли определенные проблемы, потому что там очень много античности и древнегреческой мифологии. А я в этих сферах вообще ничего не смыслю, не понимаю и очень далека. Поэтому у меня, конечно, возникли проблемы с пониманием. И телефончик был со мной рядом практически всегда, вот до сих пор. Очень много гуглю, каких богов, каких чудищ. В общем, очень много гуглю. Но несмотря на мое непонимание, книга мне безумно нравится. Наверное, спасибо переводчику, потому что как написано просто завораживает. Сейчас у нас Фауст снова в кого-то влюбился, нашел себе новую жертву. В книге 542 страницы. Поэтому я думаю, уже дочитаю. И мы с вами снова встретимся, обсудить, как эта история норм, не норм. И будет ли мне там что-то понятно, или я вся запутаюсь и ничего не пойму. Готовится паста с лисичками. Чесночок, лучок, лисички. Что с котом? На небе красота невероятная. Охота на меня? Я арестована. Надо слышать. Стервятник! Собираемся в Хачкуриевино встретиться с друзьями. У меня вот такой наряд. Ничего нового. Джинсовая юбка, которую я ношу просто, наверное, всегда. Главное, чтобы было удобно, комфортно и все нравилось. Такие дела. Пошла. Юля кормит котов, а они не едят почему-то. Ты так криминальные кроники снимаешь. Что они едят-то? Почему? Потому что они опасаются. И лихо так хорошо. Все, мне надоело. До свидания, коты. Да я покажу. Мы приехали в Капгалаво. Вроде бы так произносится. Сейчас идем к озеру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Первый арбуз в этом году Пью чаёчек с макарончиками И посмотрите, какая красивая тарелочка Я её привезла с няндамы Вот недавно У мамы забрала И смотрю дорамку Бара де Бара Очень классная дорама Прям советую Хотя я всего лишь на шестой вроде бы серии Не помню Она про расставание тяжёлое Про любовь Про работу Про мошенников Короче, про всё Мне очень нравится Пока что Пока что очень нравится Я понимаю, что мы с тобой близкие друзья Но ты не можешь Просто требовать повышения зарплаты Или акций Да пофиг Повысь мне зарплату хотя бы на 50 тысяч вон Эмоционально Я полностью истощён Вообще, я смотрю эту дораму Из-за вот этой прекрасной актрисы Ю Инна Я сказала, что стоит ли Цель Шуганом Обожаю её Сегодня 19 августа И на улице 18 градусов Я очень рада такой прохладе По традиции завариваем кофеёчек Буду пить кофе из такой прекрасной кружки Мне сделала её подруженька Моя любимая Полина Здесь я, два котика и книжечка Всё, что я очень сильно люблю Не знаю, видно или не видно Надеюсь, всё видно Кофеёчек, конечно же Из самого Катика Это никакая не реклама, естественно Просто, просто мой советик Сижу вот с кофеёчком И с гареночкой Книжечка у меня вот здесь находится Давайте посмотрим, сколько я там прочитала И сколько мне осталось там 450 страниц Сегодня дочитаю Но завтра Обсудим, как говорится И у Эспочки Вышел новый клип Это группа Это, конечно же, кей-поп Так, чтобы меня не заблочили Ну что это за прелесть Мефистофий говорит фаусту Я б домиков настроил Я б домиков настроил И Мефистофель И Мефистофелем, злым духом И главный герой И часто думает о смысле жизни И в книге поднимаются темы Такие как добра и зла Что они идут рука об руку И друг от друга неотделимы Что зло не так уж бесполезно Для человека и человечества в целом Так как оно, в принципе, помогает человеку Оставаться человеком И вообще знать и понимать, что такое человечность Также есть тема любви Но куда без нее Любовь может спасти все, что угодно Или даже кого угодно Даже загубленную душу Фаусту глубокое произведение И мне кажется, каждый читатель Сможет для себя что-то важное Из него подчеркнуть Мне очень понравилась книга С огромным удовольствием ее прочитала Очень советую к чтению И Фаусту точно будет Одной из любимых книг этого года В очередной раз получилось так Что я откладывала эту книгу очень долго А по итогу она мне безумно понравилась У меня так часто со многими книгами бывает На этом у меня все Спасибо вам большое за просмотр До следующего видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok